Всем привет! Я вас приветствую на канале Тина Токсина. И вот вы в Клайпиде. Надеюсь, что вы приехали не на таком поезде. К нам ходят современные поезда. Как можно попасть в Клайпиду? К Клайпиду можно попасть на поезде, на автобусе. Совсем рядом находится Клайпидская автобусная станция. Можно приехать на своем автомобиле или прилететь на самолете. Если вы приехали на автобусе или на поезде, в городе очень хорошо развит общественный транспорт, а именно ходят такси, маршрутки, городские автобусы. Вообще нет никаких проблем, если вы без своего автомобиля. Ну а если вы на своем автомобиле? Оставляйте машину где-нибудь на площадке или просто около жилья, где вы будете жить и ездите на велосипеде, на такси, на автобусе. Отдыхайте по полной программе. Чем заняться в Клайпиде? Если хорошая погода, все понятно, надо ехать на море. А если погода плохая, холодно, конец мая, а еще совсем-совсем не тепло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот вы на море. Вот оно, Балтийское море. Но оно бывает и холодное. Допустим, как сегодня. Всего 8 градусов. Если вы не такой морж, как этот мужчина, чем же заняться в Клайпиде вот в такую серую погоду? Конечно, можно погулять около моря, пособирать янтарики, подышать свежим воздухом, сходить на мол, посмотреть, как приходят и уходят корабли, проводить их, повахать им рукой или прогуляться до Паланги, всего лишь 25 километров. Занятие себе можно найти. Если хорошая погода, конечно, тут пляж усыпан людьми. Очень много людей. У нас в черте города есть Мельмираги первые, Мельмираги вторые, Гируляйский пляж, Каркли. Добраться сюда можно на автобусах, городских автобусах. Не обязательно ехать на своей машине. Если вы едете на машине в Клайпиду, возьмите с собой велосипед. А если не на машине, то вы можете арендовать электрический самокат или велосипед и кататься на великах по велосипедным дорожкам. Очень много по самой Клайпиде и вокруг Клайпиде велосипедных дорожек. Можете доехать в эту сторону до Паланги, до Лепы, а в эту сторону по Курской косе, до Ниды. А также можно позаниматься спортом прямо в спортзале на море. Это находится в первых милинерагах. Сейчас еще тренажеров нету или они завязаны, а во время летнего сезона здесь всегда много людей. Очень популярно это место. Абсолютно бесплатно. Приезжайте, занимайтесь спортом, а потом бегом в море. Можно не только лежать на пляже, но и в любую погоду здесь. Гулять по дорожкам. Прекрасная дорожка сделанная, можно дойти до самого мола. А по дороге много всяких для детей. Мест, где можно позаниматься спортом. Воздух тут замечательный. Сосны, запах, место райское. В Клайпеде в центре паркинг платный. Мы приехали на стоянку. Синяя зона. Два часа стоит 30 центов. Недорого. Не ставьте машину, где попало. Покупайте, платите. Сдача не дает. Ложите ровно. И пишет до скольки. Вот у меня 13.23. Я могу гулять по городу. Теперь надо нажать, что-то надо нажать. Окей. Чек надо положить за лобовое стекло, чтобы когда приедут проверяющие, его очень хорошо видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старая паромная переправа. Отсюда можно переправиться на ту сторону косы и прогуляться до Морского музея-аквариума или до дельфинария. Посмотреть экспозицию кораблей, рыбацкий домик, рыбацкие лодочки. Если вам лень идти, то можно прокатиться на лошадке или на поезде. Цена билета 1 евро в обе стороны. Цена с велосипедом также 1 евро. Ну а если, а если позволяет погода и очень тепло, то можно просто поехать и позагорать на пляже. Если вы приехали в Клайфидо, конечно же у вас возникнет вопрос, а где жить, где остановиться? Можно снять апартаменты, что очень удобно, будет своя кухня. Можете сами себе готовить. Или снять какой-нибудь гостел, или снять какую-нибудь гостиницу. Отелей в Клайфиде очень-очень много. Можно жить вот с таким прекрасным видом на речку. Новая паромная переправа. Приезжаете сюда на машине, покупаете билет, который стоит 12 евро 30 центов. И переправляетесь на Куржскую косу. А что делать на Куржской косе? А на Куржской косе, если плохая погода, можно посетить Йодкранте. В Йодкранте есть прекрасная гора ведьм с деревянными скульптурами. Обязательно надо пройтись и посмотреть, где живут ведьмы на Куржской косе. Можно посетить две рыбацкие деревушки. Брейла и Пярволка. Они совсем небольшие. Там очень тихо и спокойно. Вам понравится отдых в этих двух деревушках. Посетить Нидо. Забраться на гору Парничо. На этой горе есть смотровые площадки. Открывается бесподобный вид на саму Нидо. А также это такое место, где видно сразу и залив, и море. Единственное место на Куржской косе. Гора Парничо. Также там есть солнечные часы. Есть мертвые дюны. Слышали про такое? Там очень много песка. Пешая дорожка. Поднимаетесь, долго идете, но вам открывается бесподобный вид на залив. Вход на мертвую дюну платный 2 евро. Экологический сбор на Куржской косе с 20 июня по 20 августа 30 евро. Ну а если вы попали в другие даты, то всего 5 евро. Я всем рекомендую в плохую погоду съездить на Куржскую косу. Вы там проведете бесподобное время. И даже может быть не один день. И потом напишите мне в комментариях, понравилась вам гора ведьм, мертвая дюна, парничо дюна. Обязательно напишите мне в комментариях. Акрополь. Это, это, это вообще всё. Здесь есть магазины с одеждой, с обувью, детская игровая комната, каток, спортзал, боулинг, кинотеатр. Здесь вы скучать не будете. Зайдёте утром и выйдете вечером. Очень много кафе и ресторанов. Как же приехать куда-то отдыхать и не вернуться с сувенирами, не привезти какие-нибудь подарки своим близким и родным. Ну а если в Клайпеде очень холодная погода, то я вам рекомендую заказать какую-нибудь баньку и попариться в бане с веничками. В Клайпеде очень много бань. Как в самом городе, так и в окрестностях города. Также у нас в Клайпеде есть превосходный бассейн. С хорошими, спортивными, 50-метровыми дорожками. Можете посетить его. Если приедете в Клайпеду и не будет хорошей погоды, не отчаивайтесь. Вы найдёте себе обязательно, чем заняться. Ну а где питаться в Клайпеде? Если вы приехали и живёте в апартаментах, то вы можете себе готовить сами. Ну а если вы живёте где-то в гостинице, не переживайте, у нас очень много ресторанов, очень много кафешек. Голодными вы точно не останетесь. У нас представлены разные кухни. Можно попробовать и шашлык, и чебуреки. Ну а как же, как же, как же без нашей литовской кухни? А именно цепелины, холодный борщ, ведарай, кугель. Вы обязательно это всё должны попробовать, находясь в Клайпеде. И потом приедете, будете всем рассказывать, что вы пробовали литовскую национальную кухню. Почему я рекомендую остановиться именно в Клайпеде, а не в каком-нибудь другом курортном месте? Потому что у нас жильё в сезон дешевле, чем, допустим, в Паланге или в Ниде. Также и питание у нас дешевле. Цены в кафе и в ресторанах намного ниже, чем в курортных городках. В Клайпеде можно съездить на автобусах междугородних, в Палангу, в Швентое, в Каунас, в Тракай, в Ригу. У нас очень хорошее сообщение. Можно съездить в Калининград, можно съездить в Ниду. Всем рекомендую, приезжайте, отдыхайте именно в Клайпеде. Клайпеда небольшой, уютный город. Есть что посмотреть. И в хорошую погоду, и в погоду, которая не пляжная, не сезон. На этом я с вами прощаюсь. Я вам всё рассказала. Где жить? Где питаться? Что посмотреть? Куда съездить? Если будут какие-то вопросы, пишите. Я на них отвечу. На этом прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.